Александр Муссорин в строительном бизнесе еще с советских времен. Он занимается проектированием. Последний крупный проект его компании – реставрация Иверского женского монастыря. Проектное дело вообще считается, что это больше женское дело, хотя совершенно неправильно. Это очень тяжелый труд, требует внимания и очень высокой квалификации. Потому что от того, как будет запроектировано здание, будет следующим этапом идти его эксплуатация. Если здание запроектировано правильно, значит, квалификация будет хорошая и всех будет устраиваться. В преддверии профессионального праздника Александру присвоили звание заслуженного строителя Самарской области. Заслуги строителей отметил губернатор Дмитрий Азаров. Профессия строителя, настоящего созидателя, в обществе пользуется особым уважением. И вот сама суть созидания, создание условий для комфортной жизни людей, движение в будущее, потому что объекты, которые создаются вашим трудом, талантом, они живут столетия зачастую. Григорий Дворцов возглавляет Самарскую гильдию строителей. Сегодня также в центре внимания. Вспоминая, за полвека в строительном бизнесе успел возглавить не одну организацию и в прямом смысле приложил руку к созданию современного мегаполиса. По городу еду, что ли в общественный транспорт, что ли сам за рулем, но вот везде, сразу, все через мои руки. Прошло 4-й Мичуринский, 5-й, 14-й микрорайон, 15-й микрорайон, 11-й, 7-й Б, Старозагора. Ну все арки, все подворотни, все серии домов, которыми проектированием занимался вот Александр Константинович, я уплощал в жизнь. Строительная отрасль в экономике региона играет одну из ведущих ролей, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Это и создание новых рабочих мест, и развитие транспортной инфраструктуры, и расширение географии Самарской области. Глава региона особо подчеркнул вклад специалистов в успешную реализацию нацпроектов, практически в каждом из которых есть объекты капитального строительства. За время пандемии в Самарской области не был приостановлен ни один проект. Напротив, новые объекты появляются почти каждый месяц. Мария Левина, События.